Энергосервисные контракты для крупных российских городов, как говорят специалисты, это уже привычное явление. Специализированные организации оказывают услуги по договору по энергосбережению, заранее говоря, со своими заказчиками процент экономии ресурсов. Каким образом ожидаемые результаты будут достигнуты, целиком и полностью забота подрядчика. Вариантов много, от обычного утепления фасадов зданий, замены освещения, до перевода узлов системы отопления от компьютеров. В пятой школе полностью заменили освещение, теперь здесь современное светодиодное оборудование. Мы хотим получить экономию 70%. Объект у нас потреблял до модернизации 263 тысячи киловатт-часов. После модернизации планово он будет потреблять 58 тысяч киловатт-часов. Соответственно, экономия у нас составляет 204 тысячи киловатт-часов. Причем все расходы по приобретению, монтажу, гарантийному обслуживанию оборудования энергосервисной организации берет на себя, что, несомненно, выгодно для бюджетных учреждений. А возврат денег подрядчику будет осуществляться по мере получения экономии. То есть, если сбережения есть, то он получает свои средства обратно. Если инвестор не сможет сэкономить, то это только его зона ответственности и риски. Посредством этой экономии, в денежном выражении, у нас будет заказчик уже рассчитываться с поставщиком в течение пяти лет. В итоге, по результату этого контракта, по прошествию пяти лет, у нас поставщик получает свои деньги непосредственно за свои работы, за оборудование. А заказчик у нас получает новое современное оборудование качественное, то есть с параметрами экономии и освещения. Современные светодиодные лампы уже оценили руководители учреждения, да и детвора, посещающие предшкольный лагерь. Когда мы заходим в школу, когда светят такие лампы, освещение, ну и приятно, конечно, работать. Совершенно по-другому. Во-первых, эстетично освещение стало лучше. Ну, это первое и второе. Как было уже сказано, кроме энергосбережения, еще сбережение, так скажем, по утилизации тех ламп, которые были, кто-то содержащих. Уже отпала та необходимость. В планах специалистов УЖКХ заключить энергосервисные контракты по уличному освещению. Предполагается замена порядка трех тысяч осветительных приборов. Сергей Ефимцев, Михаил Зуханов. Специально для новостей.